Здравствуйте! Приветствую вас у себя на канале. В этом видео хочу рассмотреть подробнее инструмент PressPool и показать чем же он похож на операцию Move and Copy и наоборот. Выберу PressPool, выберу данную поверхность и экструдирую ее на 5 мм. Например, я хочу данную поверхность проэкструдировать еще на 1 мм, то есть если я введу здесь 1, то все изменится. Поэтому здесь мне нужно оставлять старую запись 5 и делать плюс 1. Это нужно запоминать. Я опять применю этот инструмент и видим здесь 5 плюс 1. Ставлю 6, ничего не меняется. То есть вот применительно к таким поверхностям он почему-то сохраняет все перемещения, которые были ранее. Иногда это неудобно. Посмотрим, как ведет себя PressPool вот на таком отверстии. То есть я перемещаю его на 1 мм, и я перемещаю его опять на 1 мм. Окей. Именно это отверстие было сделано с помощью инструмента Hole. Вот это. Посмотрим на вот это отверстие. PressPool. Сделаю здесь единичку. Окей. И опять единичку. То есть поведение поведено одинаковое. Но я замечал, что это происходит далеко не всегда, вот как сейчас. То есть вот на таких цилиндрических отверстиях. О отверстиях зачастую, когда я применяю PressPool, здесь точно так же сохраняется история всех этих смещений. И на мой взгляд, это немножко неудобно. Но с отверстиями, ну, ничего не поделать уже. Давайте посмотрим, что нам может дать инструмент Move. То есть мы выбираем здесь Face. Мы можем выбрать нашу поверхность цилиндрическую. И в целом мы можем ее перемещать каким-то образом по нашей детальке. Ну, именно по этой поверхности. Вот. Если это будут какие-то прямоугольные вырезы, то мы, в принципе, можем их вращать. Ну, и точно так же перемещать. В целом, точно такие же законы действуют, как и для тел. Но только поверхность. Здесь перемещается, ну, с некоторыми ограничениями по вот этой поверхности. То есть, если я захочу вытащить ее за пределы, видим, какие-то вот происходят это волшебство. И вот мы, собственно, эту поверхность вытащили отсюда и нажали ОК. Она исчезла. Ctrl-Z. То есть она как бы не может существовать за пределами этой поверхности. Это нужно учитывать. А вот если мы используем Move.inCopy для этой поверхности, то мы как раз можем здесь задавать те самые 5 миллиметров и, например, опять те самые 5 миллиметров. ОК. Дополнительно, что нам может дать этот инструмент? Мы можем поменять здесь Rotate, выбрать, соответственно, ось. И Move у нас превращается в инструмент Draft. По-моему, очень необычное применение. Вот. Также дополнительно, например, у меня есть вот такая деталька, и мне нужно, я понимаю, что этот элемент у меня находится не на своем месте, мне нужно переместить его ниже. Как обычно мы это делаем. Разрезаем тело, эти элементы отделяем, опускаем их вниз с помощью Move. На самом деле можно просто точно так же оставить здесь Face. И необходимо, правда, будет прокликать те поверхности. Вот таким образом. Так, вот это тоже. И к ней мы можем применить операцию Move. Смотрите, в браузере это все одно тело. Здесь происходит какое-то предупреждение, но на самом деле на результат оно никак не влияет. То есть, как мы видим одно тело, мы применили к нему редактирование без инструментов разрезания. На мой взгляд, это очень удобно. Рядом есть вот такое второе тело. Давайте посмотрим, как поведет себя инструмент Move здесь. Необходимо точно так же выбрать все фейсы. Обязательно. Давайте попробуем не выбрать, например, этот фейс. Посмотрим, что произойдет. В целом, да, здесь геометрия как-то достраивается. То есть, здесь основные фейсы перемещаются, но этот не может существовать без вот этих. Соответственно, когда нажимаю ОК, все перемещается. Посмотрим, если переместим вот эти два фейса и вот этот. Переместить мы уже не можем. Соответственно, нам нужно отменять все это и заново выбирать все фейсы. Ну, собственно, в данном случае я не выбрал этот фейс и вот этот. И я могу его перемещать. Причем могу перемещать в пространстве. Более того, я могу его отделить от поверхности. Я думаю, это не очень полезно. Здесь какие-то разрывы происходят. То есть, могут быть ошибки. Но, в целом, вот таким вот образом все это перемещать, я думаю, вполне себе можно. То есть, это превращается в вырез. ОК. Да, такое не может быть. Вот такие инструменты быстрого, скажем так, редактирования. Причем, это работает как в режиме с историей, так и в режиме прямого моделирования. То есть, без истории. То есть, с помощью Move можно все это очень быстренько редактировать. Если дополнительно сюда накидать инструмент Chamfer, такую фасочку, то для Move появляются дополнительные возможности. вот, собственно, опять-таки, можно менять угол завала вот этих поверхностей. То есть, все это можно быстренько достаточно здесь делать. Только нужно правильно понимать, к чему это может привести. То есть, нужно понимать, что некоторые поверхности не могут существовать в отрыве от своих базовых поверхностей. Потому что, ну, это вырез. Как я показывал, вынося его за пределы данной поверхности, он просто исчезает. На этом я данное видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok